Интеллектуальное шоу-программа «Поле чудес» для людей почтенного возраста прошла в Балаговском комплексном центре социального обслуживания населения. Подробности в следующем сюжете Юлии Староверовой. На этом «Поле чудес» царил настоящий праздник веселья, танцев и песен. Все это и многое другое радовало не только участников интеллектуального шоу, организованного сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения, совместно с заведующим библиотечным филиалом номер 2 Центра культуры и досуга, но и присутствующих гостей, пришедших поболеть за игроков. И не возле озера, пусть плетения дорог, Словно крельсом приморозило Балаговое городок. Вот какое Балаговое, А щук далек летит в окно. Данное культурно-массовое мероприятие способствует улучшению социальной реабилитации и адаптации пожилого человека к условиям современной жизни. Здесь, за барабаном, игроки поля чудес встретились, правда, не с Леонидом Якубовичем, а с заведующим библиотечным филиалом номер 2 Центра культуры и досуга Светланы Викторовны Комерцевой, которая и задавала участникам каверзные вопросы. Научное название этого рода растений – Окукофи. Произошло от греческих слов – Окус кислый и Кукоф шарик. Под таким названием оно известно нам. Организаторы мероприятия не только тщательно подготовили реквизиты и призы, но и уделили большое внимание музыкальным паузам. Что ж ты, ты цынаешься, как я, не бывает, но вижность внутри. Насыпаешь дня ты ромашка и цепляешься, словно любви. Надо сказать, что все игроки оказались на высоте. Несмотря на почтенный возраст, они с юношеским энтузиазмом принимали участие в игре. Хочется добавить, что все зрители не только сопереживали игрокам, но и активно участвовали в мероприятии. По результатам интеллектуального шоу «Поле чудес» в числе тройки финалистов оказались Валентина Викторовна Черникова, Наталья Михайловна Федотова и Александр Александрович Бычков. Однако среди них лучшим знатоком и эрудитом стала Валентина Викторовна Черникова, отгадав главное слово игры. С тобой следующий вопрос. Значит, суперигра вам необходима за одну минуту будет отгадать слово, но для этого вы можете назвать две буквы, и мы откроем. Так, читаем. Церковь всячески противилась введению этого прибора в быт. Разве Господь даровал бы нам пальцы, если бы желал, чтобы мы пользовались этим орудием, говорили церковники. Благодаря их усилиям прибор прижился в Европе только в 16-17 веке. Назовите прибор. Можно сразу? Винка. Всем участникам этого незабываемого шоу были подарены не только ценные призы на память от организаторов, но и хорошее настроение, которое запомнится надолго. Огонь только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармон. Только слышно на улице где-то, одинокая бродит гармон. Субтитры создавал DimaTorzok